Весной 2009 года скоропостижно ушел из жизни человек, сделавший для настольного тенниса не только Сергиевского района, но и всей Самарской области очень много. Владимир Иванович Ядринцев был не только настоящим мастером своего дела, но и великолепным наставником. Он воспитал немало будущих звезд настольного тенниса. Одна из них – сильнейшая спортсменка Сергиевского района на данный момент Наталья Цицына. Это был очень хороший, отзывчивый человек. Слишком добрый он был. Он всегда очень эмоционально ко всему относился, к нашим играм. За всех очень сильно, даже очень сильно переживал. И поэтому, наверное, это его в какой-то степени погубило. Очень жаль, что он ушел очень рано от нас. Вот уже 10 лет каждый апрель они собираются вместе, чтобы почтить память отличного тренера и замечательного человека. А заодно и узнать, кто же сильнейший в Самарской области. В этот раз Суходову пожаловали около 100 представителей маленькой ракетки самых разных возрастов. У нас участвует вообще 9 команд. И приехала команда из Бугуруслана, с Похвестнева, с Кошек, с Кенель-Черкас, с Елховки, с Кротовки, с Клявлина и других муниципальных районов. Соревнование носило лично командный характер. То есть лучшие выявлялись в личных дисциплинах, потом подсчитывались баллы и определялась сильнейшая команда. Соперничество было на самом высоком уровне. Завивать первое место, что называется, в пол ракетки оказалось просто невозможно. За победу борьбу вел и сын Владимир Иванович Александр. Он показал высокий уровень игры, но в тройку призеров по итогам соревнований, увы, пробиться не смог. Кенель-Черкас и Клявлина, Красный Яр, Елховка. Вот география победителей нынешнего турнира. Отличились и хозяева. Так в возрастной группе юношей победу отпраздновал Даниил Шамрин. Максим Зеленов не имел себе равных в группе юниоров. Ольга Кузнецова первенствовала у женщин до 60 лет. Еще одна Ольга Фунина стала третьей в возрастной группе 26-45 лет. В итоге в общекомандном зачете главный кубок в этом году достался кенель-черкасским спортсменам. Соседи на несколько баллов оказались сильнее хозяев. Сельевская сборная на втором месте. А третья за спортсменами из Похвестнева. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».